Бог открывает нам свою волю в своем слове, принципы мышления, и это очень сильно влияет на нашу жизнь. Именно это делает нас верующими, христианами, да, вот, то есть без откровения свыше народ не обуздан. Куда нам идти, да, ведь у тебя глаголы вечной жизни, да, про ту же Марию. Марфа, Марфа, ты суетишься о многом, а важно только одно, Мария выбрала благую часть, и это у нее не отнимется, да, то есть вот, у меня было это желание вам это передать, я думаю, что я это передал. Вот, ну и хочу немножко еще побыть в этой теме откровения, как вот она мне еще открылась однажды, что... Это ковчег откровения, который стоял в храме, да, то есть Бог нам дает устройство храма. А по Новому Завету, что есть храм? Мы, да, то есть, поступали бы это, раз вы не знаете, что тела ваши, суть храм Божий, да, и что Дух Божий живет в вас. Да, то есть в Ветхом Завете нам дается вот этот вот Моисей, да, идет туда, на гору, за откровениями и выстраивает по откровению здесь скинию, по которой строится как бы храм, да. И мы видим, что там есть внешний двор, внутренний двор, святое, святое, святое. Ну, я люблю об этом говорить, и я считаю, что об этом можно чаще говорить, как бы, да, для того, чтобы, ну, что-то вот в нашем сознании схематично отобразилось. Вот. Иногда мы там по-разному это говорим. Ну, например, мне тоже нравится такое сравнение, что вот этот вот внешний двор, там, внутренний двор, святое, 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 можно сравнивать как дух, душа и тело, да. То есть это все как бы одно в одном, но вот все глубже, глубже и глубже, да. Можно так, да, потому что, я говорю, духовный мир, он трудно поддается вот такому человеческому объяснению. То есть это так же, как трудно объяснить Бога, да, потому что это не видимо, он невидим, он дух, и вообще, да, там, дух даже трудно объяснить, слово, термин, дух, что это? Душу от духа, там, трудно отличить, отделить. Где-то они отделяются в Библии, где-то они не отделяются, где-то это разное, где-то это как бы два в одном, одно и то же, да. Вот, ну, все равно, Библия нам дает вот этот прообраз храма, в Ветхом Завете, что вот есть некое, что-то вот уже принадлежащее Богу, да, боль большая, потом святое и святое святых. И вот во святом святых, это тоже, да, как бы у нас песни есть, войду во святой святых через кровь Иисуса Христа, да, мы входим во святой святых, потому что святой святых было за завесой, которая была 9 метров, по-моему, туда входил один человек один раз в год. Вот такое страшное это место было, да, и кто-то вот знает, кто-то не знает, что привязывали веревку к ноге первого священника, вешали колокольчик, чтобы, если вдруг колокольчик замолчит, этого человека оттуда вытащить просто веревкой, потому что, ну, страшно туда заходить. Да, никто туда не заходил, как бы, это вот место скрыто, да, и Библия нам дает такое понимание, что туда вошел Иисус, святой святых, да, через завесу, то есть плоть свою, сделано мы это открыто. И вот, когда Иисус умирает на кресте, завеса в храме разрывается, сверху донизу написано, да, то есть, да, и поэтому мы имеем сейчас новый живой путь во святилище, да, то есть вход в присутствие Божье, туда, куда было очень трудно попасть. Это все больше о духовных вещах, вот. Ну, и меня всегда интересует, что вот это вот наполнение этой комнаты, да, что святой святых, оно тоже не просто комната, да, в которую пришли, сели, ну, как бы, или не сели, или просто вот комната и все. Нет, там тоже еще что-то было, да, вот был ковчег откровения, ну, так и назван, ковчег завета или ковчег откровения. И Моисею было сказано, положи, когда вот сделай так-то, сделай его из такого-то дерева, обложи его золотом, там, конструкция была объяснена, чтобы носить можно было, там, кольца шесты, керувимы сверху, вот. Вот. И было ему сказано, и вот внутрь положи откровения мои, которые я дам тебе. И говорилось это Моисею именно о чем? О скрижалях. Вот об этих скрижалях, на которых были написаны 10 заповедей, да. То есть, вот первое, что было Богом дано, как жить, что делать, ну, другими славами-то есть, да, уставы, законы и так далее. Вот. И Новый Завет нам дается по-другому, да, что в евреях написано, ну, это, опять же, цитаты пророков, что, вот Новый Завет, который я вам дам, после тех дней, говорит Господь, и вложу законы мои в сердца ваши, и напишу, да, в разум ваш, и на сердцах напишу, да. То есть, как бы, Бог говорит, что все, что вот вы видели, вот это вот наружнее раньше, да, это я делаю внутри человека. И это будет вот внутри человека все. Ну, не то, что это и есть внутри человека, просто Бог нам открывает устройство свое. И вот процесс, да, наших с ним отношений, наших с ним отношений. И кто помнит, что, ну, вот так это все исторически сложилось. И помню, у меня однажды с человеком был спор, потому что в Ветхом Завете несколько раз упоминается, что в Ковчеге не было ничего, кроме скрижали. Вот там должны скрижали быть и все. Ну, евреям, давайте мы откроем, по-моему, 10 глава, 9-10 глава. Сейчас откроем, я уточню. 9. С первого стиха. О чем теперь не нужно говорить подробно. При таком устройстве в первую скиню всегда входит священник совершить богослужение, а второй однажды в год один только первый священник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь в Освятилище, доколе стоит прежняя скиня. Она есть образ настоящего времени, в который приносятся дары жертвы, не могучие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствыми питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Ну, если там вот про это все говорить, немножко другая будет тема. Ну, я просто прочитал это место, где автор послания евреям, скорее всего Павел, возможно и не Павел, говорит о Скинии, о храме, о том, что было в Освятилище. Ну, другим словом, что хочу сказать, что вот в этом ковчеге, которое должно находиться вот в глубине нашего духа, в глубине нашего сердца, что там должно находиться, что там есть. То есть, это просто для того, чтобы мы поразмышляли о том, что есть несколько, да, три вида, ну, там вот, там были три момента. Скрижали, манна и позахарона расцветший. Вот, я говорю, можно там спорить, что изначально там были только скрижали, но по, вот, уже жизни, да, народа Израиля, туда именно Богом было добавлено, как бы, тут тоже вопросы присутствуют, да, у богословов. Потому что в Ветхом Завете было сказано про манну, ты ее положи туда, к ковчегу. Потом про посох тоже было сказано, ты положи, ну, как бы, к ковчегу. Но, с другой стороны, нам это не так важно. Во всяком случае, Бог все равно там внутрь, не внутрь, но Он сказал туда это положить, именно к ковчегу, приравнять это все к тому, что должно находиться в сердцевине, сердцевины, да. Вот, и просто размышляя об этом, я, как бы, на свою жизнь это накладываю, ну, и вот так вот, то, что я понимаю, как по христианстве, что это три вида откровения или три функции откровения. того, как оно, ну, как бы, вот, в нас содержится и работает. Не то, чтобы мы должны это прям все разделить, но мы должны увидеть однажды себя, имеющими все три этих функции. Как я уже сказал, то, что в прошлый раз мы все свели к тому, что на первом месте Божье Слово, Божьи Заповеди, что являются вот этими скрижалями, да. Они действительно на первом месте, они действительно появляются раньше, они действительно основные, и вот, ну, наше христианство не может быть без любви к Божьему Слову. И без откровения из Божьего Слова. Все, вот, ну, вот это должно появляться, это должно быть основным нашим мотивом, основной нашей любовью к Богу и так далее, понимаете. Мы не можем, вот, как я уже сказал, быть просто там религиозными людьми, соблюдающими какие-то обряды. Потому что, ну, не в этом христианство, понимаете. Оно не в исполнении обрядов, оно не вот правильно исполнить или неправильно исполнить. Оно в первую очередь в любви к Божьему Слову, к его уставам, к его мудрости, к его повелениям, вот, к тому, что он тебе говорит, и так далее, да. Когда вот, там, после Моисея, да, Иисус Навин берет народ, и первое, что ему говорится, что ты вот книгу сию, пусть не отходит у тебя... Можем даже это прочитать, если хотите. Давайте откроем Иисус Навин. Да, 1-8. Да не отходит сия книга закона от туз твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Аминь. Вот, поэтому, как бы, заповеди, уставы, повеления, они первичны. На второй момент, на второй план, и вот, как бы, исторически, выходит вот этот вот сосуд с манной, да, то есть, что это такое, манна? Ну да, сверхъестественное, можно сказать, обеспечение. Тоже оно может быть и духовным, и физическим. Другими словами, я так вижу, что это сверхъестественные какие-то опыты с Богом. Это вот уже именно какие-то, это могут быть чудеса, знамения, да, вот, потому что, ну, и мы все, ну, вот, все люди, они хотят от Бога сверхъестественного, правильно или нет? Все мы хотим сверхъестественного, всех нас интересует сверхъестественного, потому что для нас вот именно все, что связано с Богом, оно именно вот Бог-равно сверхъестественное. Где-то вот внутри у нас, правильно или нет? Вот что-то зашевелилось, что-то сдвинулось, что-то как-то знамение произошло, какое-то вот там чудо произошло или еще что-то, все, сразу, сразу Бог, да? И, ну, как бы, Бог это знает, но Библия насущая, да, не всякому духу верите. И не все чудеса и знамения, они от Бога. И вообще, нам написано, сказано так, что в последнее время будет антихрист, который даст великие чудеса и великие знамения. Вот, и вот эта вот гонка за сверхъестественным, ну, то есть, что я пытаюсь, как бы, через это сказать, что если в твоем ковчеге, в твоем сердце, в твоем откровении на первом месте будет все-таки Слово Божье и его уставы, то тогда, как бы, ну, и сверхъестественное, оно будет, ну, правильное, что ли, да, от Бога, то есть в правильном порядке в твоей жизни приведено. Но, если просто изменить вот этот вот порядок, и сначала, да, мы хотим сверхъестественное знамение, манну, обеспечение, чудо там какое-то, да, то вот не на том наша вера будет основана. И это имеет очень такое, знаете, вот, ну, серьезное практическое отражение нашего, в нашем христианстве и вообще того, как люди воспринимают христианство и Бога. Потому, ну, как бы, потому что, ну, все мы хотим иметь какое-то свидетельство от Бога, чего-то сверхъестественного, какого-то чуда, водительства, там, или чего-то, ну, раз я христиан, ну, что-то у меня должно быть. Правильно или нет? И иногда мы просто выдвигаем это на первое место. Определение, вообще, нашего христианства, самоопределение, как бы, вот, да, понять. Потому что, ну, мы слышим какие-то свидетельства, да, мы начинаем свой христианский путь, слышим какие-то свидетельства, Божьей славы, вот этой вот манны какой-то там небесной, да, вот, ну, каких-то чудес, знамений. Нам так быстрее хочется это иметь. Нам так хочется, чтобы у нас тоже это было. И вот мы всячески хотим... Иногда мы даже начинаем это подделывать. Иногда мы даже начинаем, как бы, вот, что-то придумывать там. Лишь бы это иметь. Я хочу просто вас успокоить, вы будете это иметь. Если вы настоящий христианин, если вы, ну, в первую очередь, ваше сердце, вас, Бог захватил именно своим словом, вы будете иметь сверхъестественные свидетельства, и вы будете иметь вот этот вот сосуд с манной в своем ковчении. Когда, ну, как бы, вы пройдете свой путь. Просто не спешите это иметь. Знаете, где вы будете иметь это сверхъестественное свидетельство? В пустыне. Когда будете проходить пустыню, когда будете, ну, действительно, так тяжело, так трудно, что... И вот там Бог будет что-то давать, будет что-то делать, будет как-то тебе показывать, и там ты будешь иметь. Бог не... Ну, как бы, ты не будешь это иметь, вот просто, хочу иметь, я вот только начал, хочу иметь все. Мы сразу хотим иметь все, как люди. Даже вот в своей христианской жизни, чтобы просто похвалиться. У меня вот такое свидетельство. Просто вот мое такое вот... Я как бы рассказываю про какие-то свои там старые переживания, про свои какие-то тоже старые ошибки, потому что, когда я вот становился христианином, хотел иметь сразу все. Я хотел вот, чтобы вот мой ковчег, вот этот вот откровение, да, я просто еще тогда об этом не думал, ну, и хотел иметь сразу все. Чтобы вот там... И чудес уже было полно, и знамений, но есть путь, есть жизнь, и никуда ты от этого не денешься. Поэтому вот... Но они обязательно будут. И они будут настоящие, и они будут, ну, такие, которые будут цеплять людей. Ты их, может быть, не сразу там увидишь, но у тебя это будет. Потому что, ну, действительно, Бог, Он заботится о своих свет естественно. Это вот то, что означает вот эта манна. Поэтому просто она позже там немножко появляется. Понимаете? Вот в нашем сердце. Настоящее вот это вот свидетельство немножко позже в нашем сердце появляется. То есть, да, первое, что как бы появляется и увлекает нас, это само слово. Само откровение, Бог, вот, проповедь слова и так далее. Поэтому вот, как я говорю, что наша вера, она не должна быть вот основана на, только на чудесах, знамениях или на каком-то сверхъестественном свидетельстве. И третье, что там у нас? Посох, расцветший посох Аарона. О чем это? Как думаете? Ну, это откровение твоего призвания. Что, вот я говорю, как бы, три вида откровения, три функции. Первое, вот это все, что касается слова устала, забыть. Второе, это то, что, какие вещи Бог с тобой сделал, ну, по-настоящему, вот, то, что ты в своем сердце сносишь, и для тебя это действительно ценность, как он тебя, может быть, спас где-то, накормил, я не знаю, там, поднял и так далее, явил какое-то свое чудо, славу там и так далее. И ты, ну, вот, не заберешь это из твоего сердца, это для тебя ценность настоящая стала. И третье, это вот посох Аарона, именно расцветший. Это действительно свидетельство твоего призвания. Это то, что мы тоже получаем через откровение и тоже храним как откровение. Да, то есть, что там было? Вот, что такое посох Аарона расцветший? Это Бог избрал колено, да, или вот, ну, вот Аарона быть священником, быть служителем. И, ну, как бы, и это нужно было показать и ему самому, и другим. И там был вот этот вот сделан опыт такой действия, что собрали у всех глав посохи и положили перед, там, святилищем или ковчегом, я не помню. И приходит на следующий день и один посох расцвел. Да, вот этот вот посох Аарона, да. И тем самым, что было показано? Было показано самому Аарону, я тебя выбрал, и было показано всем другим людям, я выбрал Аарону на служение мне. Да, то есть, и вот, ну, как бы, вот эту, вот, эту историю, грубо говоря, да, вот этот вот принцип, да, избрание Божьего решения, да, было принято, как бы, да, Бога повеление было дано, чтобы вот этот расцветший посох Аарона положить в ковчег. Тоже вот, в ковчег откровений, все. И вот, таким образом, вот, все, туда больше ничего не вошло, пошли вот эти вот три вещи, скрижали, манна и посха Аарона, да, последний, который, вот. И, ну, я тоже так, как бы, вот вижу, наверное, может быть, по моей жизни, и, в принципе, это по такой логике, да, что, ну, действительно, у Бога для каждого из нас есть свое призвание. Есть какая-то сфера, в которой Бог тебя хочет использовать. Именно Он избрал тебя, и Он для тебя, как бы, это место приготовил, и Он покажет это и тебе, и другим. И это будет явно. И это вот, ну, я считаю, что это необходимо тоже пережить каждому верующему, каждому христианину. Чтобы вот внутри нашего сердца, внутри нашего ковчега, внутри нашего откровения было ясность и понимание. Это больше касается именно, ну, как, на мой взгляд, как духовного твоего дара, да, потому что твой дар дается для твоего служения, да. Бог не наделяет человека дарами такими, а служение дает совершенно неподходящее к этим дарам, да. То есть это у Него взаимосвязано. Поэтому по дару ты можешь понимать свое служение, да. И, ну, как бы, тебе Бог каким-то образом должен это все открыть. И не просто только тебе, но еще и другим относительно тебя, вводя тебя в твое призвание. И это будет, ну, как бы, не всегда ровно, не всегда гладко. Сами представляете, да, когда у одного человека расцветает, а у остальных не расцветает. Что происходит? Заяц происходит. То есть, как бы, как ни крути. И вот, ну, и оно происходит вновь и вновь, и должно так происходить, и ничего в этом такого нет. То есть, ну, это будет происходить даже внутри церкви. То есть церковь это не всегда такое место мира, знаете, покоя. Это иногда такая, ну, тренировочная площадка, где, там, зубы летят. Вот. Павел однажды сказал, говорит, я слышал, что у вас есть споры, разногласия. Чему отчасти верю, потому что это, ну, так, всему должно быть, чтобы открылись искусные. Да? То есть, вот, ну, и мы должны это тоже, как бы, ну, понимать, и как церковь, что это тоже, ну, нормально. Чтобы открылись искусные будут споры, будут какие-то разногласия. И в этом ничего такого нет. И мы посмотрим, вот, ну, даже вот само становление, там, израильского народа, когда Иосиф, да, был одет в эти разноцветные одежды, его братья стали за это. Отец его выделил, да? Это было явно ему, и он там начал получать сны и откровения, и не захотели это принимать. Его братья были из народа Божьего. Это был Божий народ уже. И, тем не менее, они же его и засунули в эту яму. Вот. Давид, когда отходил в свое призвание, одно из таких сильных сопротивлений он получил тоже от братьев своих, от родного брата, да, который, когда он в Голиаф пошел, вызвался, да, начал спрашивать, да, про Голиафа, он получил кучу оскорблений в свою жизнь, да, мы знаем, что ты гордый, что ты надменный, там, и так далее. Вот. Поэтому у нас должно быть вот это вот откровение своего дара, да, своего духовного, кто мы, какой дар мы имеем, да, и должны его, ну, как бы, Бог должен его где-то проявить, и, возможно, у тебя будут какие-то вот стычки, да, с этим связаны, потому что это по Библии. Поэтому, ну, в моей жизни это было. Когда уже назад смотрю, так, проматываю, в моей жизни это все было, что, ну, и братья пытались меня останавливать, и, как бы, меня, может быть, в каких-то моментах могли назвать гордым даже, да, надменным и так далее, да, как вот Давида называют гордым, надменным, но потому что ты начинаешь выделяться, твой дар начинает выделяться, и ты начинаешь, вот, и в этом, ну, нет ничего плохого, когда ты хочешь делать что-то для Бога, даже с помощью Бога, и это становится явным. Понимаете, о чем говорю, да? То есть, вот, наш путь с Богом, он должен быть похож на это, да, то есть, вот, в нашем ковчеге должен однажды появиться рассветший в курсах твоего призвания, в твоем ковчеге. Вот это вот выделение тебя среди других, в твоем даре. Мы на это призваны, так должно быть. Это, ну, требует подтверждения. В твоем стремлении быть лучшим, в твоем даре нет ничего неправильного, и это не гордость. Потому, и, ну, как бы, вот вы должны это понять. Потому что, ну, многие, вот, как бы, сидят, и, ну, как бы, прячут, потому что, ну, что, я буду высовываться, я же, ну, потому что, вот, скажут, гордый, и все. И человек замолкает. Так не должно быть. Мы все-таки должны, вот, вот, это вот желание, да, это двигаться за Богом поставить больше, чем, даже вот этот риск стать гордым, понимаете? Потому что, ну, вот, я говорю, это ошибочное мнение, что вот все должны быть одинаковые, все должны быть, там, друг к другу. Не выделяться, да, вот. Я в нашем, вы же тоже видите, да, вот, ну, люди, которые вошли в свое призвание, да, вошли, там, в свой дар и двигаются в нем, ну, это потом уже, да, в какое-то, через какое-то время, это действительно очевидно, это классно. И это потом уже всем нравится, все уже приняли. Ну, когда там в процессе, вот, я говорю, могут быть проблемы. И мы должны понять это, ну, что Бог так это все сам решил, что служение различное, дары различные, но мы все члены одного тела. Павел посвящает, там, этому, там, целую главу, да, объясняя вот это, что мы на самом деле, ну, мы нуждаемся друг в друге. Наши дары нуждаются в дарах друг друга. Наши служения нуждаются в служении друг друга. Вот. Я говорю, у нас есть люди, вот, выделяющиеся уже. Могу отметить, вот, Лена, например. У нее есть дар, да, вот, прославление, и это очевидно. Аминь. И это чувствуется, да, когда человек, вот, вошел в свое, и он в своем. И все, и это очевидно, это не подлежит никакому сомнению. И это работает, потому что, ну, и мне это, ну, нравится. Я даже свидетельство там получал об этом. Потому что, вот, ну, Бог касается людей через то, что она делает, да. У меня есть жена брата, которая смотрит иногда наши трансляции, и она смотрит наши трансляции, вот, потому что там есть девушка, которая поет так, как ей нравится. И эти песни, они ее, вот, цепляют. Мой дар ее не цепляет. Я для нее не тот пока. Да, но ее дар цепляет, и все. Поэтому, вот, я говорю, что Бог работает по-разному. Да, через... И мы нуждаемся друг в друге. Но, например, Ленин дар, он нуждается в моем даре. Потому что нужно организовать, нужно собрать, нужно провести. Да, и вот, мы хочешь, не хочешь, мы нуждаемся в друге. Точно так же, как и мой, нуждается в Лене. Потому что, если не будет вот этого вот дополнения, и так далее. Точно так же, вот, могу еще отметить, вот у нас Наташа есть. Ну, это вот, ну, заметно становится. И это не для того, чтобы, там, человек возгордился или не возгордился. Я просто... Ну, это уже заметно становится, да, когда человек, там, много работает с людьми, приводит людей, там, да, они доверяют ему, слушают, и так далее. Я, ну, я просто вот привожу вам, ну, просто примеры. И, вот, я считаю, что у нас у каждого есть, да. Я уверен в этом. И это нормально, что, вот, в каком-то времени, там, твой ковчег еще не полный, как я уже сказал, да. То есть, твой, вот, этот, вот, ковчег откровения, да, в твоем сердце, он еще не имеет всех вот этих вот моментов, да. Что ты еще не получил откровения о твоем даре, и ты... И еще, опять же, есть разница. Ты можешь иметь откровения о своем даре, понимание своего дара, и уже какую-то практику. Но ты еще можешь не быть в служении вот этого своего дара. Вот у меня так было. То есть, я уже понимал, что у меня есть, там, я пророчествую, я получаю откровения, да, и так далее. Но место мне еще не было дано. Платформа еще не была дана. Да, потребовалось какое-то определенное и приличное время для того, чтобы, как бы, вот, встать на это место, занять это место, и оно стало бы очевидным, опять же, для меня и для окружающих. Ну, и опять же, я говорю, все с этим связано, что всегда будет что-то или кто-то, кто будет говорить, что ничего нет. Поэтому очень важно иметь вот твое собственное внутреннее свидетельство о твоем даре. То есть, вот этот вот расцветший посох Аарона, это и, ну, как бы для других, но это в первую очередь для тебя. Ты видел, как твой дар расцвел. Как вот в твоем, да, чем-то, что не было, да, появилась жизнь Бога, да, то есть, что там, была деревяшка, и вот в раз, и появились эти почки, и жизнь появилась, да. Вот, поэтому, и очень важно, чтобы вот наш дар, действительно, да, наше служение, это, ну, как бы, приносило жизнь. Не разделение, да, не на себя одеяло тянуть, да, вот, у меня дары и так, и так, и так, потому что, ну, наверное, это тоже как-то бывает, да. Я, конечно, верю, что у Бога так не должно быть, да, он все-таки нас все равно создает друг для друга, друг под друга, да, но подделок в духовном мире тоже достаточно. Сатана этим занимается, мы все слышали про плевелы и про пшеницу, да, и ничего мы с этим сделать не можем. Мы не можем даже определить вначале, нам не дана эта власть, чтобы что-то назвать точно пшеницей, а что-то назвать точно плевелами, да. Да, мы все должны вот дождаться, да, пока вот вырастут и те и другие будут явлены, вот. Аминь. Я, в принципе, вот сегодня много говорить не собирался, хотел вот эту тему как-то добить, тем более вот болею, мысль так тяжеловато идет. Все понимаю, все знаю, а слова трудно формулировать. Ну, надеюсь, вы все равно что-то получили сегодня, да, поразмышляли, просто вот учитесь размышлять, да, в этих духовных вещах, о духовных символах, о том, что, ну, оно реально. Вот это вот все духовное, оно реально, да, то, что мы живем из откровения, должны научиться жить из откровения. Из Божьего откровения, потому что вот оно хоть и невидимое, да, и вот, ну, да, вера, она невидимая, но вот это невидимое потом все складывается. Вот. Поэтому сегодня достаточно короткое такое собрание, чуть-чуть останетесь холодным, наверное, вот. Ну, размышляйте о том, о чем я сказал, что вот наш ковчег должен быть, ну, там должен, может быть, не совсем слово правильное, да, но вот наполненным, да, вот этими тремя вещами, тремя функциями, да, в первую очередь, это Слово Божие, это скрижали, это уставы, законы, это вот то, вот, что на самом деле делает нас по-настоящему верующими. Потом уже, да, вот этот наш путь, наше свидетельство, да, не сначала чудеса, знамения и так далее, потому что вот, ну, для меня это как бы не совсем правильный такой вот. Ты можешь, конечно, начать там, Бог тебя привлечет с чудес, знамений, да, и так далее, но все равно его основное желание – это обратить твой взор на его Слово. И привить тебе, да, вот эту любовь к его Слову, чтобы вот действительно его Слово, его мудрость, оно в твоем сердце были на первом месте. И потом уже к этому будет прилепляться все, какие-то чудеса, какие-то знамения, какое-то водительство, какие-то исцеления там и так далее. И также третье, вот этот посох Аарона – это твое призвание. Как бы, Бог не создает, ну, мое мнение лично, человека, ну, ни для чего. Бог всем дал дары, да, то есть, вот в этой притче о талантов тоже не было человека, которому ничего не дал. Был кому-то дан один, но это не был повод раскроется, а это наоборот, мы не один, но и слава Богу, хорошо, зато ясно, зато понятно. Ну, там еще существует принцип умножения, то есть, помните, да, что тот, кто получил 5, он еще приобрел 5, да, тот, кто 2, тот еще приобрел 2, и тот, кто 1, ничего решил не приобретать. Вот, поэтому познавайте свои дары, спрашивайте свой дар у Бога. Ну, вот еще такой момент, что как понять свой дар? Очень важно, очень важно это то, что ты сам хочешь какой дар. Нам внутри, внутренность часто подсказывает. Какой бы ты хотел, кем ты себя видишь. То есть, вот, ну, мне, например, проповедовать, как-то оно сразу внутренне понравилось. Я там, может быть, боялся себе в этом признаться, но как-то вот, как будто решение уже было принято, знаете. Точно так же вот и, ну, у многих из вас. Что-то на тебя, вот, когда вот там перечисляются дары, какой-то на тебя вот выбрасывается, он как вот начинает мигать как будто. Громче звучит, я не знаю. Потом сам ты, что хотел бы. Да, то есть, мы должны быть искренними самим собой. Исцеление, да. Многие бы хотели, но... Ну, не знаю, ничего не могу сказать по этому поводу. Потому что, так вот, явного дара исцеления не имею. Какие-то вроде вещи там чуть-чуть были, но уверенности нет. Больше было даже... Как-то другим говорили, идите молитесь за исцеление, и там происходило исцеление. Сам молился за этого человека, именно не произошло. Потом сказал, ребята, идите молитесь, и произошло исцеление. И вот что это, да? То есть, наверное, больше пророческий дар какой-то, да, или дар управления, да, направление, да, что вот кому сказать, да, кого попросить. Вот. Поэтому, служения различные, дары различные, но Бог один и тот же. Вот. Мы будем еще об этом разговаривать, будем еще как-то об этом размышлять, читать. Хотите, почитайте 1 Кориофиану 12 главу, с 12 прям по 14 почитайте. Это как домашнее задание, да, вот это вот про дары, про призвания. И вот попросите Бога, Бог открой, а кто я? А что я? А вот как ты, вот, что, какой дар у меня духовный? Не скромничайте, не стесняйтесь. Ну, я, нет уже, у меня, почему? У всех должно быть. Вошел на высоту, пленил плен, раздал дары. То есть, Бог дает дары. Надо в это верить, надо их принимать и слышать. Голос Духа, голос, как Бог говорит, через твое сердце, что твое. И, соответственно, если ты получил уже какое-то откровение о своем даре, пытайся его практиковать, пытайся все в Библии про него узнать, как можно больше об этом, да, что это. Да, то есть, как бы, вот, ну, проявляй интерес в этом. Это вот и есть не зарывать талант. И вот я говорю, что, пройдя этот процесс, ты получишь вот этот вот рассветший посох, который будет, ну, явным тебе и окружающим. Аминь?